привет от снова я узнали фирма beauty бомб эксклюзивно представлены в магнит косметик вчера я снимала просто покупки и показывала мы и сегодня я ей намалевалась что могу сказать очень люблю не люблю выражение ну такое но ну такое не совсем бюджет выглядит как для девочек подростков и это не аналог к сожалению essence это не аналог kate is и стоит она не там по 50 рублей каждый лот поэтому ну в общем пойдем по порядку румяшки жиденькие они вот здесь и вот здесь и вот здесь у меня говно камера как бы я обзорщик именно такой более словесный но описываю они мне понравились при нанесении на голое тело если у вас не расширенные поры например вот на руку они нанеслись просто божественно на голую руку это потрясающий оттенок такого натурального румянца который очень мягко распределяется по коже и там остается и выглядит хорошо и вот такая вся румяненькая я вчера перед сном когда уже смыла вообще весь макияж нанесла их и мне очень понравилось но вблизи видно что они сильно сбиваются в поры сейчас я наносила когда их я нанесла их на тональный крем и о боже мой на пудру фиксирующую потому что очень жарко прям лицо постоянно куда влажная она сняла на хрен и пудру и крем подчеркнула поры не за волосы на лице какие-то несовершеннейшие нет и она не впитывалась и я пыталась носить это волосина висит очень раздражающе не могу никак поймать где-то так вот не могла понять даже чем ее наносить я пыталась наносить кисточкой я пытался носить руками я пыталась наносить спонжем ничего не получается спонж забирает румяна кисточка если наносить они ложатся просто вот так вот какими-то непонятными вот этими вот от кисточки с следами руками это все разма в общем на голое тело если у вас хорошая кожа и не расширенные поры вот сюда вот будет хорошо но стоят они как бы 350 по-моему рублей 360 вчера я указывался цены если интересно посмотрите в принципе мне кажется можно найти аналоги и получше так что тут написано что они для глаз но они скатываются за секунду нет для глаз они не подойдут для губ они тоже не подойдут потому что они очень очень силиконовые и просто неприятные неприятные в общем это 4 из 10 скажем так не относящийся к бьюти бомб вот этот вот силиконовый спонж тоже я вчера показывала это не аналог моих корейских бьюти блинов тут написано что надо выбросить при первых признаках износа первые признаки износа наступили через минуту как я его потрогала при том что у меня не длинные ногти очень уж он износа нестойкий плюс он много воды впитывает и оставляет себе написано что он без силикона или без чего-то в общем короче он неприятный по консистенции он неприятно влажный нет и толстый какой-то в общем не покупайте не тратить свои 100 рублей пусть их потрачу я следующее двусторонний карандаш очень дешевое дерево здесь я его не точила слава тебе господи еще но я думаю что по точить его не удастся и как бы это на один раз он меня снизу на слизистую он ложится плохо сразу скатывается поэтому он точно не для слизистой я и карандаши не использую в обычной жизни и не понимаю зачем они нужны и в общем если вы пользуетесь карандашами мне кажется можно найти карандаш лучше чем вот этот поэтому тоже подниму потом подводка очень странная история с ней у нее красивый цвет у нее отвратительная кисточка просто хуже кисточки я не видела никогда я даже не знаю из чего она состоит такое ощущение что он состоит из а я сейчас ее очищу и мы вместе узнаем а это просто кусок пластика этот кусок пластика пляшиво наносит и тут же заканчивается смотрите видите вот у меня она здесь она я наносил и реальным 40 я конечно же порука но не настолько я пыталась наносить эту подводку кистью просто для подводки не получается я пыталась наносить ее вот этим не получается в итоге она нанеслась очень очень коряво я не знаю видимо производитель этой косметики пробовали все что они заказывали на руке потому что эта подводка на руке очень хорошо смотрится так же как и румяна но пожалуйста производители фирмы бьюти бомб рука это не лицо да усекли в следующий раз пожалуйста пробуйте у кого нибудь на лице я даже готова предоставить свое дальше вот это это карандаш и помада из очень дешевого дерева это я пыталась ее поточить поточить не удалось и это одноразовая помада которую вы потом просто не сможете использовать ну или выковыривать ее оттуда она поломалась она не точится и она настолько твердая когда я наносил ее на цвет приятный держаться будет долго потому что он сухая и твердая но я не знаю кому это надо реально кому нужно этим пользоваться я не могу понять если вам 16 если у вас нет денег вы можете купить что-то получше за такие же деньги нет не понимаю единственное что меня порадовала это тушь потому что она действительно зеленая я не знаю как бы это опять же показать на своем в общем это тушь действительно зеленого цвета и она достаточно яркого зеленого цвета у нее неприятная кисточка которая щёточка да это называется не кисточка не неприятная щёточка которая оцарапала мне все глаза нахрен и у меня не кровоточат но цвет очень приятный и яркий то есть если вы хотите купить что-то из этого я предлагаю покупать тушь потому что много разных цветов и возможно вот цветные туши как раз таки я куплю еще парочку для того чтобы их использовать но эта цветная тушь конечно не дает ни объем и подкручивание нихрена только цвет если вы знаете где купить какую-то хорошую белую базу под тушь расскажите мне пожалуйста потому что на белую базу которая вот хорошо уже уложила ваши ресницы вот это наверное нанесется хорошо и будет смотреться нормалды то есть вот тушь бьюти бомб зеленая по крайней мере я прям хвалю она хороша но дальше у меня еще есть сейчас одна из них упала четыре средства для губ я хочу прямо сейчас в прямом эфире шурша салфетками из моего любимого лягушонка пеппе нанести их на губы и посмотреть что будет сейчас я сотрыва это недоразумение берем сначала вот это вчера она мне показалась очень жидким ну и есть очень жидкое жидкое наносится флешиво будет течь сто процентов зато пахнет бубль гумом если для вас в средстве для губ главное приятный запах бубль гума тогда это станет вашей любимой помадой если нет тогда стирайте и и скорее потому что она такое ощущение что я под нее губы стали потеть неприятно неприятно следующая помада вот такого цвета в комнате достаточно тепло и она вся потная примерно как и я ну первое она достаточно прозрачная и она очень недружелюбна с вот этой вот зоной около нижней октября в общем где начинается слизистая есть помады которые хорошо наносятся на эту зону и не оставляют очень явного яркого такого вот этого мокрого куска рта а есть такие как вот это которые очень явно подчеркивают вот это вот нет плюс когда просвечивает через такого цвета помады цвет вот ваших алых молодых сексуальных губ это тоже не добавляет плюсов нет помаде это я говорю нет сразу даже не буду пытаться ее нанести ровно и походить с ней и вот это подруга тоже такая же только более пение цвет носибельный ну опять же не буду пытаться тут что-то долго и ровно ее наносить потому что мне главное посмотреть просто как я себя буду с ней чувствовать она очень жидкая не чувствуется на губах практически вообще это плюс цвет приятный в смысле сочетается со своим цветом губ и не просвечивают губы я не помню сколько она стоила если она стоит 150 рублей то это хорошо если она стоит 220 то это нет она слишком жидкая мне кажется она не будет никакой стойкости петь абсолютно и последний и последний вот это вот усала чья нора или дыра не помню как называется вот этот вот глиттер lipgloss lipgloss с жутким аппликатором который представляет из себя просто кусок пластика я такого никогда не видела честно говоря я его вчера уже пробовала наносить его нереально этой штукой нереально очень неудобно он очень жидкий он течет у него очень прозрачные вот эти вот блестки он неприятен на вкус у него неприятный запах который проникает в рот тут же потому что он очень жидкий у essence есть примерно такого же плана вот эти вот топперы и они гораздо лучше и стоят наверное примерно так же не могу больше извините но это омерзительно не купила я все сухие продукты то есть там были наборы теней там был хайлайтер консилер и еще что-то сухое что я смогла потрогать руками потому что для всего этого тестеров не было и я надеюсь что кому-то это мой обзор поможет сэкономить какое-то количество рублей так вот сухие продукты омерзительные с первого прикосновения у них очень крупный помол они какие-то ломкие и у них некрасивый то есть они например хайлайтер когда я нанесла на руку даже на руке смотрелся плохо потому что он был белесый он плохо светился его было видно но не из-за того что это такое свечение космическое просто из-за того что какая-то штукатурка лежала у вас на руке тени то же самое они все какие-то сыпучие с дурацкими блестками и очень неприятных цветов так что в общем из 1 2 3 4 6 7 8 из 10 продуктов я могу сказать только вот об этом что-то хорошее и о помаде какого-то более-менее носибельного цвета я думаю что там красный цвет тоже будет вполне себе ничего мне кажется что это не есть хорошо это просто неприятная ванечка это прозрачная подчеркивает все несовершенство и какое-то делает вот у них прекрасные цветные помады если будет распродажа у них купите там если вам реально это надо даже на фотосессию я бы не рекомендовала потому что она должна быть более сухой для того чтобы хорошо наноситься такой цвет хорошо наносить на губы это просто какая-то странная параша которую невозможно потащить эту невозможно нанести но у нее красивый цвет если может быть как-то приноровиться ну возможно у кого-то это получится у меня пока что нет но я с ней еще попытаюсь как-то подружиться потому что цвет приятный и ну вот я дам ей шанс это лично для меня совершенно бесполезная вещь и они достаточно твердый карандаш и мне кажется вы также не сможете их хорошо поточить после того как они затупятся это очень жидкая стекающая непонятная субстанция но вкусно пахнет жвачкой а это силиконовое недоразумение но если наносить его на голое тело на голую кожу лица без явных пор и несовершенств и волос возможно оно вам понравится ему я тоже дам шанс итого два хорошиста и два нис-нис-нис может быть когда-нибудь и раз два три пять нет-нет-нет ни за что напомню вот эта штука тоже нет-нет-нет ни за что есть вещи получше подешевле и приятнее какая-то как будто в ней пена какая-то еще неприятно пожалуйста не покупайте это не надо я на эти деньги что потратила вот на это могла бы купить что-то действительно стоящее из например я бы купила палетку джувиас плейс вот эти вот чудесные зеленые золотые тени у меня как раз джувиас плейс и они великолепны или я могла бы купить себе хороший тональник один но я бы им пользовалась вообще я в последнее время стараюсь всегда покупать что-то одно но лучше чем кучу но то что мне не нужно это просто вот мне было интересно реально мне продавщица сказал что никто еще никогда их не покупал вот только-только она их выставила но к сожалению не прокатило всего вам хорошего хороших вам трат приятных покупок и пойду-ка я погуляю в парк и покормлю белок только смою с себя сначала все это иначе белки есть не будут пока-пока иначе иначе иначе